Ты там делаешь какой-то блык там, типа блыкаешь черным. Три, два, один, спроси меня. Всем привет, это Дэн Миргоязов и это проект Спроси меня. Сегодня я отвечу на ваши вопросы. Поехали. Первый вопрос. Поздравляю с открытием нового танцевального зала. Скажи, Дэн, планируешь ли ты открывать филиалы в других городах Украины? Спасибо большое за поздравление. Спасибо за то, что следите за нашим творчеством. Это очень приятно и вдохновляет. Ну и непосредственно второй вопрос. Планируешь ли ты открывать филиалы? Когда-то я задался целью открыть филиалов и побольше филиалов в разных городах. То есть дать наше творчество по всей Украине. Но сейчас я воплотил самую заветную свою мечту. Я открыл самую большую танцевальную студию в городе Днепропетровске. Эта студия сейчас накапливает больше 20 хореографов. Эта студия имеет три зала. И на данный момент хочется воплотить все те цели, все те задачи, которые мы накапливали на протяжении пяти лет. Сейчас это появилось. И на данный момент мы будем заниматься непосредственно этим. И этим мы будем заниматься пока в Днепропетровске. Единственное, что хочу сказать, что мы будем, есть некий такой проект, когда мы будем своим творчеством делиться в других студиях Украины. Вот. Ну, как бы так. Но сейчас все силы будут брошены в городе Днепропетровске. То есть для реализации наших целей и проектов. Ну, вот так. Идем дальше. Чем Талант-центр ДДС отличается от других студий Днепропетровска? Ну, тут могу долго отвечать, попытаюсь коротко. Смотрите. Каждый ученик, пришедший к нам, он сразу это ощущает. То есть мы, каждому ученику мы даем возможность стать артистом. Мы не ставим цели сделать просто хороших танцоров. Мы ставим цели сделать настоящих артистов сцены, которые пройдут некий курс обучения, выйдут и станут крутыми артистами, которые будут востребованы на рынке шоу-бизнеса. Вот. И это основная наша цель. Чем отличаемся? Мы, каждый наш проект, каждая задумка, каждый концерт, мы подходим с определенной задачей. Мы хотим, мы все продумываем. Каждая деталь наша, она продумана. Мы наполняем фотосъемками, мы наполняем видеосъемки. Каждый концерт мы делаем не похожим на предыдущий. Мы ищем новые, новые возможности для раскрытия наших детей. Ну, и самое главное, чем отличается мы, наша студия, это некая компания, которая имеет видео, фото, дизайнеров, имеет сотрудников, которые работают над наполнением интернет-ресурсов. Ну, это большая компания, которая двигает одну цель, раскрытие талантов наших детей. Вот. И это профессионалы своего дела, ну, и которые не останавливаются, которые также креативят своих каких-то идеях. Вот. Мы, мы талантливые, и мы это раскрываем в наших детях. Мы не ставим цели быть просто, просто танцорами. Мы хотим стать универсальными людьми, талантливыми людьми во всем. Вот. Это наше преимущество. Надеюсь, ответил. Идем дальше. Денис, в чем секрет твоего успеха? В чем успех? Ну, я не боюсь, наверное, рисковать. Я очень много работаю. Даже, даже когда, приходя домой, я очень мало, и это мой минус, я очень мало уделяю времени своей семье. Я постоянно работаю. У меня нет некого графика, там, с 8 до 8 я работаю. Я работаю 24 часа в сутки. Я развиваю себя во многом. Я умею... Когда-то я задался целью научиться снимать видео. Потом я научился. Потом мне показалось этого мало. Я решил научиться монтировать. Потом я научился делать фото. Потом я научился их обрабатывать. Ну, то есть, я не стою на месте, я постоянно иду к чему-то. Я хочу это уметь делать, чтобы потом, когда мне... Я нанимаю каких-либо людей, я был компетентнее в этих вопросах. Вот. Ну, и в этом успех. Я вас... Вам рекомендую. Развивайте себя, вкладывайте в себя. Тогда вы достигнете и будете таким же успешными людьми. Идем дальше. Какая цель у ДДС и лично у тебя? Ну, я уже ответил. Наверное, еще раз отвечу. Непосредственно цель нашей студии... Непосредственно моя. Я очень хочу развить шоу-бизнес в Днепропетровске. Я хочу создать некую танцевальную индустрию. Я хочу, чтобы наши педагоги, наши ученики были востребованы. Я хочу, чтобы в Днепропетровске появилась некая платформа, где можно зарабатывать деньги. Немалые деньги. Чтобы хореографов в Днепропетровске также приглашали, как опытных танцоров для съемок в Киев, в другие страны, в другие города. Я хочу, чтобы в Днепропетровске проходили кастинги, масштабные кастинги для танцоров. То есть, создать рынок для шоу-бизнеса, чтобы наши танцоры могли себя реализовать в этой сфере. Вот это основная цель нашей студии. И мы к этому близимся. Мы очень многое сделали. Ну и, конечно, не останавливаемся. Идем дальше. Почему именно Талант-центр? Когда я создавал студию, изначально это была танцевальная студия, но с каждым годом, с каждым месяцем ко мне, к нашей студии присоединялись талантливые люди. Они были не только талантливые, они были в танцах, они были талантливые. Кто-то пел, кто-то что-то мог делать своими руками, какие-то подделки. Я понял, что хочу создать не просто танцевальную студию, я хочу создать, объединить вокруг себя талантливых людей в разных сферах. И я понял, что нужно сделать Талант-центр. У нас было, мы воплотили одну из идей. У нас было одно время уроки вокала, ударные инструменты. Ну, то есть, мы развивали себя в музыкальной индустрии. Сейчас мы это отодвинули на второй план, сейчас мы это не развиваем, так как были брошены силы на создание большого центра. Но в дальнейшем мы это тоже будем воплощать. Вот, только поэтому. Ну, поэтому Талант-центр. Мы талантливые, все дети вокруг нас талантливые. Мы пытаемся их еще больше раскрыть. Надеюсь, ответил. Идем дальше. Что нужно сделать и каким должен быть танцором, чтобы стать преподавателем GDC? Ну, чтобы стать преподавателем, педагогом нашей студии, основная задача это быть собой, быть амбициозным, знать свои цели, к чему идти. И человек не должен замыкаться в какой-то своей грани. То есть, я хочу стать преподавателем бальных танцев. Я хочу стать преподавателем только хип-хопа. Нет, мне нужны люди, которые не боятся экспериментировать на собой. Мне нужны яркие личности среди серой массы, которые не боятся выделяться среди нашего мира. Которые постоянно о себе заявляют, постоянно кричат и готовы к этому. Со своей стороны, я все сделаю максимально, чтобы их путь преподавания, их путь танцоров продвигался максимально вверх-вверх-вверх. То есть, если вы хотите стать одним из педагогов нашей студии, наши двери всегда открыты, если вы готовы к своим каким-то экспериментам, к своим целям, к достижениям своей цели. Последний вопрос. У тебя в коллективе есть молодые преподаватели. Скажи, не рано им обучать учеников, ведь у них нет опыта. Да, этот вопрос. Вот такие вопросы задаются часто. И на самом деле у кого-то у родителей возникает в голове, он еще ран для того, чтобы преподавать детям. Каждый педагог, чтобы начать преподавать, он должен получить некую базу, он должен получить некий опыт. Придя ко мне, к нам, у меня есть достаточно знаний, чтобы дать им умение, дать им опыт. И каждый опыт я даю с каким-либо выступлением. То есть, наши хореографы, наши педагоги не стоят никогда на месте. Мы максимально, ну то есть, мы их развиваем. Мы даем возможность каждому нашему педагогу получить некий навык в съемке своих видео. Когда они делают, готовят свои видео, то есть, мы делаем некие наставления, свои наставления, чтобы они расписывали свои видео, что они хотят. Они несли какую-то идею в этом танце. Только потом мы садимся, обсуждаем и снимаем эти видео. Это есть опыт. За каждого из хореографов я отвечаю лично, я несу ответственность. Я контролирую каждый шаг наших хореографов. Я контролирую их работу. Я каждый день делаю наставления в том, либо ином их шаге. Каждая тренировка, которая проходит, я контролирую ее. Я смотрю, что они говорят. Я смотрю, как они подносят эту информацию. Я смотрю, как проходит тренировка по наполнению. На что они обращают внимания, на что не обращают внимания. То есть, как только они заходят в нашу студию, они являются таким ядром, которое наполняется. Каждый день они наполняются, наполняются. Они получают опыт. За каждого хореографа я отвечаю. Я несу ответственность. Я уверен в том, что они у нас являются талантливыми и опытными людьми. И компетентными в своем деле, в своем творчестве. Так что, чтобы быть педагогом нашей студии, нужно просто захотеть прийти и быть смелым. И отдаться, довериться нашей команде педагогов, нашей команде людей, которые работают над вами. Это был последний вопрос. Еще раз скажу, это был Дэн Миргоязов, основатель и директор талант-центра DDC. Ребята, не останавливайтесь, развивайтесь, не стесняйтесь, экспериментируйте. Присоединяйтесь к нам. Всем мир. Пока. Продолжение следует...